доброго времени суток дорогой зритель и так смотри нам в прошлый раз сказал потусай потусить и два дня потом он перезвонит в общем в итоге я не стал вас томить этим ожиданием все-таки у нас интересует сюжет и прохождение я там за кадром побегал какие-то задачки по выполнял чуть-чуть пострелялся там кучу всего собрал продал шмотки барахла в общем позвонил рид сказал вот прийти сюда и сесть на стул соответственно давайте с этого момента и продолжаем наше покружение в мир киберпанка 2077 года поехали что будешь красавица дело наш фирменный коктейль в баре что тебя через минуту хотел заранее предупредить хорошо что такое всем лет назад когда наша операция пошла не по плану майорс решила мной пожертвовать всем сказали что я агент тарасаки алексе знает правда и может встретить меня холодно ты хорошо знаком с алекс я курировал когда был резидентом найти она думает что после войны оставишь песен городки из-за моей измены понимаешь к чему я клонем понимаю она может послать нас нахер саппорт шаппорт того я уже около входа прошу чувствую себя как дома солнцем что-то это раньше не видео недавно в песен городе только не но я еще алекс ищет дальше и тут нет ты очень коронко скисить какого тут не обслуживают порвать ящик и болеть не джинс тоником пожалуйста лучше двойной он со мной вообще хренел сегодня все ребята бар закрывается да она серьезно голос за кадром я не пойду никуда не знаю откуда ты нафился но я услышал все на выход марш алекс 7 сукор лет 7 лет в этой сраной дыре из-за тебя соломон рид соломон не понимает может ты поймешь что ты творишь давай поговорим спокойно мы от госпожи майорс на задание в песен городе вас с ним если хочешь узнать 7 лет назад не поставил всех кого нет 7 лет назад мне приказали залечь на дно а вам скормили легенду это было вынуждено что это я даже Все нормально, возьмем его. Ух ты! Нужно курить. Может быть холодно. Да. Да. Что это было? Она изменила свою внешность? Это метро... Это метро... Это метро... Маскировка, когда работаешь в Фрэм Мольтех. И такие технологии доступны. Погоди минутку. Я щас... Хочешь с ней поговорить? Кто-то же должен. Уж лучше я, чем ты. Не могу ждать, пока мы начинаем. Я не могу ждать. Я не могу ждать, пока мы начинаем. Я не могу ждать. Я не могу ждать. Я не могу ждать. Я не могу ждать. Я не могу ждать, Аликс. А тебе не насрать? Какая вообще разница? Никого никогда не волновал на настоящий Аликс? Я не могу ждать. Я не могу ждать. Я не могу ждать. Ну, это твоя проблема. Расскажи лучше про задания. Пропал агент Фрэу. Нам с Лидом сказали найти ее. И тут Фрэу вдруг решила вспомнить обо мне. Среди их агентов никто не знает, то есть и город лучше, чем ты. Их агентов? Значит, ты не наш? Интересно, чем тебя заманили? Наши сотрудничества кончатся после этого задания. Ты еще не знаешь, как они могут затягиваться. Посмотри на меня. Выполняю одно и то же задание уже семь странных лет. Я с самой войны разрабатываю местных торговцев оружием. Вот мое задание. И как конца и края ему не видно. У меня меньше времени, чем у тебя. Всегда одна и та же история. У тебя просят помощи, потом обещают награду. Иногда даже дают. А Вадим, прекрасный день. Прибивают тебя к стене за хер. Тебе так важно выполнить это знание. Ты точно что-то надеешься от этого получить. Вопрос только что. Я хочу выжить. Эта пропавшая девушка может как и меня спасти. Надо только найти ее. И так совпало, что Майерс тоже ее ищет. Как запутать эту девушку? Сойка. Ни хрен. Ни хрен. На себе. Тут одной сигаретой не обойдешься. А в чем делать? То есть ты не знаешь. И о чем? О проваленной операции. После нее Рид пропал на семь лет, а меня засунули в этот гадюшник. Знаешь, что в ней участвовал? Рид, Сойка и я. Тебе не говорили? Ты не слышал этого? Потрясающе. Вот ты веришь в течение обстоятельств? Или даже в судьбу? А я верю, что если подставить те же значения в нового уравнения, результат, представь себе, будет тем же самым. Можно сказать, что вам с этим предателем повезло. Я же чемпионка мира по танцам на граблях. У меня есть условия. А ты можешь отказаться от заданий? Ты же в штате. Абсолютно насрать. Я задолбала, чтобы меня вытеряют ноги все, кому не лень. Так Риду и передай. Как я понимаю, вам нужны мои услуги. Значит, и с вас почитается. Че ж ты хочешь? Монако! Хочу гонять на спорткаре вдоль побережья и пить на яхте шампанское с книги. Хочу уйти из агентов. Хочу в карьеру дипломата там, где тепло, светло, везде растут апельсины и нужда в полевой работе отсутствует напрочь. Сможешь мне это обеспечить? Если хочешь, Рид сам отвезет тебя в Монте-Карло. Крем. Отлично. Только иди скажи, что я в деле. И хочу опять видеть вооружу, пока не докурю. Спасибо, Алекс. И как? Я готов на все, только бы вырваться отсюда. Не сомневаюсь, сие это упрямство. Она хочет на пенсию в теплые края. Это можно устроить. Надеюсь, для нее это вопрос доверия. Ну что, Рид, мне сказали, тебе нужно проводить за ручку по главной помойке Найф-Сити. Я пришел, потому что доверяю тебе, Алекс. Допустим. Что насчет Сойки? Нам надо выяснить, где она. Мне кажется, она может быть где угодно. Мы были на связи. Сон ушла в гиберпростанство. Там они напали, и она исчезла. Это все, что мы знаем. Нам нужен метранов. Тортус утра дуночи, парсить терабайты данных и может знать, что случилось. Есть кто-нибудь на примете? Уилкер Лагер, он же фигурист. Так и знал. Он перестал с нами работать, но я знаю, где его найти. Он вообще хочет нам помогать? Фигурист? Очень вряд ли. Он рецидивист без принципов и понятий. Работал на нас только потому, что я его прижала. В этот раз, скорее всего, придется прижать посильнее. Кто такой этот фигурист? Бывший вудуист, вербованный убийцей, редкостный кусок грибы. Вне сети он слеп, как летучая мышь. У него повреждена затылочная доля. Даже импланты не помогают. Ваши агентства упустила невидящего человека. Он окружил себя братьями-гаэтянцами и начал масштабную торговлю программами. Думаешь, лучший укоротитель когда-либо сидят в каблуке? Нет. Они просто сбывают товар. Ты говоришь, что он больше на вас не работает. Но знаешь, где он? Почему ты не вернула его в строй? Знаю. Может быть, хотел оставить его на десерт? У меня были задачи поважнее. Управдываться не собираюсь. Так. Давайте к нему съездим. Фигурист перчится в недостроенном спас-салоне. Пик-клуб 40. Сейчас перешлю точные координаты. Встретимся там. Нам с Алекс надо многом поговорить. Ладно. Смотрите, не пугывайте друг друга. У нас с вами еще много работы. Так. Поговорились о Джоне. Видишь вот это дерево? Ага. А что в нем особенного? Ты подумай, как показатель самое красивого в этом говеном городишке в памятник мертвым. Не понимаю, что за люди так любят символы и показные жесты. Да ладно. Если бы у меня была свечка, я бы поставил ее за тебя. Черт. Может и я такой сентиментальный дурачок и всяк. Смотрю я на твоих поддельников на Риден, на Алекс. И ведь в моей жизни было что-то похожее. Каких порт Джоне и Сильвер Пен сочувствуют другим? Если у них и получилось сохранить нужду, он рано или поздно сойдет на нет. Не сегодня. Рид мог сказать правду сто лет назад и ни с кем не ссориться, но нет, у него были приказы. Не обязательно предавать друзей, чтобы выполнять свой долг. Тут ты ошибаешься, иначе бы я не сбежал из армии. Подумай, сколько раз человек должен тебя подставить, чтобы ты в нем разочаровался. Маш, ты прав, Жаня. Замень человека на государство или корпус. Сколько раз ты готов встать под пули ради каких-то тварей, которые раздают пустые обещания? Погляди на этих двоих и подумай. Оки-доки. Ну, в принципе, можно тэпнуться типа вот сюда и по прямой приближать. Круто я придумал. По-моему, нормально. Шу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Легкая пробежка по Найт-Сити. Точнее, по письмам в город. Точнее, по письмам в город. И так Мы должны встретиться вот здесь Значит нужно сесть и подождать Там они как раз пообщаются И так Надеюсь я не заставил себя ждать Видимо вам с Алекс надо было многое на веру стать Да И мы с этим справились Пойдем Время не ждет Че там Понятно Они поставили взрослые Возьмите Я не думаю, что играть хорошо Я не знаю, что это будет Давай поговорим Попробуем поговорить Можешь нас про почту Мне уже не нравится Поворачивайся и валите туда, откуда вылезли Нам надо к фигуристу Нету ни уходу Нету ни уходу Фигуриста Будь добры Свалить отсюда Эмм Эмм Не думай, что я тебя испугаюсь Мама Бриджит от меня не ушла И фигури с ним уйдешь Все Все Возьмите Эмм нафиг извини чума пойдем в пора блин короче по простому так он москва простая она не получается по хорошему все мы ничего не видим Держи! она не ломается а Продолжение следует... 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 у тебя такое же вести куда ты обо мне знаешь я и мой храм едины у меня везде глаза и уши это не храм а нелегальная фабрика демонов а ты жнец и сам обычный бандит и убийца рыбак рыбака видит издалека ну так что какой твой план хочет меня избавиться как от сучки брюджит или бегит ничего такого мы пришли заключить сделку сделку знаю ваши сделки вы даете кучу обещаний получайте что хотите а потом пускаете мне пулю в лоб я угадал я знал тех кто соглашался на сделку с агентом ридом ты помнишь их рид когда одну из сторон загонят в угол это не переговоры это шантаж все теме то не спрашивал что ты об этом думаешь будь добр закрой рот и послушай что мы тебе скажем ну давай расспроси тебя с ридом в старый счет или что много говори с ридом потом внезапно прыгает из окна или пропадает хотя я думаю ты сам это понял пока с ним работал говори чего вам нужно нам нужна инфа и мы думаем что ты можешь ее найти я мальчик я слеп ничего не вижу ничего не знаем чего только в киберпространстве нам как раз нужен тот кто хорошо его знает и может найти нам то что мы ищем что чем именно я должен вам помочь что даже торговаться не будешь я же знаю цену господин агент ясно выросл агент после крушения шаттлов сетей напали на одну нейтран после чего связь не оборвалась надо ее найти то есть вы ищите того кто посмотрит сетевой трафик в день крушения а она связалась и ночью есть несправный биочип который у меня в голове это как-то поможет не знаю надо посмотреть что там у тебя за игрушка ладно смотри не бойся мальчик я нежно последи за ним ритмом хе хе я слепой а не глухой посмотрим что там у вас я вижу след вспышки данных в киберпространстве электронный след ух твою мать поверить не могу ты совсем спят ты совсем спят или тащить ко мне эту срань похоже фигуристы видел что в моей голове есть еще и ты не он сейчас не обо мне ты что-то увидел черный заслон завеса смерти давай конкретнее не знал что девочка подключалась к тебе через протокол черного заслона нет не знал теперь знаешь теперь знаешь какое значение это имеет для нас как просто смертным объяснить у сети есть слои между которыми можно перемещаться не стоит подходить только к одному к черному заслону это девочка она как живая атомная бомба если она сделает она станет всем каждому из нас а заслон это дамба которая защищает наша цивилизация от странных крыс цифровой чаще если ваша ходячая бомба сделает посреди дамбы дыру на всех просто смоет с карты как айти а ты не переигрываешь чувак давай я тебе объясню ты можешь быть генералом полиции главой корпорации так и странным президентом для белых и скинов из-за черного заслона ты все равно что таракан кривой кусок бессмысленного кода поэтому сетевой дозор обновляет всех кто хочет разрешить черт это не шутки друзья это вопрос всеобщей безопасности поэтому вдруг ты и должен остановиться между вид и девочкой ты совсем головой поехал ты теперь тоже часть этого безумия назад пути нет это не обсуждается мы должны найти ее и вообще ты же понимаешь что теперь по ее следам легко вернуться к тебе пока она там за тобой твоими людьми можно идти кто угодно и тебя требуется разобраться заместись лети и уничтожить все улики которые указывают на тебя и на нас сделай это и мы пить втором наконец ставит тебя в покое как же мне повезло как же мне повезло постами через протокол черного заслона а ты как думаешь подтверждает правку данных пока я не раздавал на поехали я и и и и как то это соли как ты а ну да ну да ну ну я не ожидала его увидеть но хорошо что он с тобой когда ты ко мне подключилась ты не сказала что пользуешься протоколом черного заслона и не сказала потому что это было неважно мы сильно рискуем если кто-то сейчас рискует то это я не я не могла по-другому подключиться к твоему био-чипу и сломанного шарта а послушай мне мало времени люди хансона засекли меня когда я включил эхимеру я попала в плен и ничего не грозит пока слушай все дело то что он приказа но мне нужно мне нужно нужна помощь в смысле что не так здесь что-то не так мальчик вот трёбаный за слон черный сапфир и у конца нам будет большой прием передай риду что вам надо туда попасть я вас найду если что я не забыл о чем мы договорили а а а а а а а то еще бы его поджарила а слайдер фигурист он погиб из-за нас погиб погиб больше ничего не скажешь он был ненормальный обнулил ни за что двух местных транеров этот гусор говна не заслуживает жалости не тупи он бы так и так его убрал не оставлять же такого свидетеля и выяснилось что с Сойкой связь вернулась мы поговорили в целом все нормально она жива и здорова но ей нужна помощь но она в порядке она в порядке потом расскажем надо выбираться отсюда не хватало чтобы нас тут застали люди фигуристов хорошего дня фигурист как будут погиб Да можно просто пробежать. Да что ты делаешь? Фига себе. Что ж такое? Ах ты скотина, с чипом умной наводки. 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 Вон там видишь небоскреб кусок и рядом с тем, на котором большой экран. Это Черный Сафир. Отель, который так и не достроили, несмотря на миллионы инвестиций. Любимая крепость Хурта Хансона в центре первого города. Нам туда путь закрыт. Те, у кого с этим проблем нет, тоже вряд ли согласятся сделать нам пригласитель. Нам с Алисом придется поднять старые контакты. Ты тоже подумай. Посмотри, кто может помочь. Может вместе наним кого-нибудь. Я знаю место фиксера. Узвод мистер Хэнс. Могу ему позвонить. Попробуй. Я на связи. Эх, а для биочипа. Так, а нам не хватило в интеллекте, да? Не хватило одной. Те, вот не уверен. Мне не хватало еще, по-моему. А, в силе единички не хватало. Ладно, пока. Оставлю. Ну, кстати, смотрите, а в биочипе как был один, так и остался, да? В силе. Одно всего. Очки способностей. Три. Чё-то вот про вот это вот не понял. Если здесь один. Ладно. Нам нужно взять сейчас мистер Хэнс. Позвонить. Хэнс. Хэнс. Нужна твоя помощь. Сразу сделаю. Мне нравится. Мне нужно попасть на следующий прием в Черном Соффире. Ты ходишь по лезвию на Жаве. Черный Соффир одновременно крепость и тюрьма. Туда нельзя пойти без приглашения, как, например, Компаки Плаза. Наверняка есть какой-то способ. Ммм. Уйдется кое-на-кого надавить, но благодаря тебе объекта в давлении у меня это достаточно. Думаешь, получится? Ты мог не закрепиться в песен город. Я буду рад тебя отблагодарить. Договорим приличной встречи. Дай мне пару часов, а потом приходи в тяжелое сердце. Спасибо, Хэнс. Не совсем понятно, куда тут надо дальше идти. Подождать мистера Хэнса несколько часов. Соответственно, да, вот нам предлагают подождать там несколько часов. Бла-бла-бла. Сейчас вот вызываем. Блин, опять непонятно, вот куда он приехал. А, сюда. Стой. Подождите, а помните этот писк? Это значит ништяк. Привет, Рискаша Фигурист погиб, что случилось? Выжгла мозги. Нет, конечно. Поджарился. Смотрю. Сейчас бла-бла-бла. Не пытайся с ним подружиться. Вообще держись легендов подальше. Мы плохо влием на людей. Сейчас чуть-чуть потрячим. Все, закрыли. Я получил плюс одно очко биочипа. Вот, соответственно, еще одно и можно открывать категорию. По памяти пролетел. Короче, можно сделать следующее. Выбрать место назначения. Ой, блин, еще б вспомнить. А че так мало? Я ж, по-моему, где-то здесь живу, да? Кажется, типа, домой ТП хунца. Или ближе к дому. Сохраниться и, соответственно, закончить на этом эпизоде. Знакомое местечко. Но мне тут внизу не особо нравится, поэтому я хотя бы вот на... вот сюда. Итак, пишет Рид. Пытаюсь понять, как попасть внутрь. Пока без результата. Вот, собственно, мы поднялись наверх. Да? Вот. Мы закончили сюжетную арку, я думаю, на логическом конце. И, соответственно, в следующем эпизоде уже подождем эти пару часов. Можно выполнить какое-нибудь задание или пойти опять все продаться, сходить к Риперу, например. Посмотреть, что у нас там по имплантам. Может что-нибудь модернизировать. Бабок там мы уже как бы насобирали. Вот. Поэтому посмотрим. Это будет в следующем эпизоде. Ну, а на сегодня все. Дорогой зритель. До встречи в следующем эпизоде. Всего тебе самого доброго. И пока-пока. Не забывай подписываться, колокольчики, лайки, комментарии. Все жду, все читаю, все общаюсь. Ну, а на сегодня все. Пока-пока.